Здравствуйте, друзья! У нас сегодня с вами ещё одно стихотворение. Как всегда, сначала прочту его медленно, но чтобы вам было всё слышно. Далее по строчкам, чтобы вы уже умели повторять. И следующий, третий этап, это уже быстрый, вы следите за ритмом и за интонацией. On y va! Сейчас будем произносить. Главное, чтобы было всё плавно, чтобы ничего не рубили. Можете, опять же, всегда говорить, рукой себе помогать. Le venu comme le lu. И в конце нужно немножко выше интонацию поднять. И слово la ne, j, там j, нужно, чтобы было j, а не j. Себя записывайте на аудио и строго-строго анализируйте, чтобы всё красиво произносили. И, конечно же, стихотворение отрабатывается много раз. Не хватает одного раза прочесть. Его нужно прямо много отработать, над каждыми звуками работать. Никуда не торопитесь. Мы очень неаккуратно в русском языке говорим и прочитываем и так далее. В русском это нормально. Можно было бы, конечно, лучше, но, в принципе, никто не замечает. Но во французском предельно важно именно на каждый слог обращать внимание. И давайте я произношу, а вы произносите за мной. Вы прямо сейчас можете взять диктофон и записать себя. И когда уже будете слушать прям две записи сразу, со мной и с вами, будете сравнивать и делать какие-то пометки, что нужно исправить в следующем разе. То есть нужно быть прям совсем вот таким вот очень внимательным деталем. Мы идем. Мы идем. Elle est venue comme le loup. И теперь давайте быстро. Она. 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 Она.